Приветствую вас! Мне бы хотелось начать с того, что вы пишете, что ваш сын не хотел учиться. И вы пишете, что домой не ездить, значит, звонит только, когда ему что-то нужно. И вы просите, вы не знаете вопрос, но пишите, что не знаете, что делать. Вопрос тогда к вам. Что вы хотите делать? Вы описали ситуацию достаточно распространенную. Очень часто дети, молодые люди ведут себя именно так по отношению к родителям. Особенно, если родители их малывали как-то или что-то в этом роде. Вот. И что вы хотите здесь сделать? Какая модель поведения для вас здесь допустима? На что вы рассчитываете? И чего вы хотите? А также, почему вы хотите именно этого? Во-первых, если ваш сын не хотел учиться, то зачем его было заставлять? Не хочет учиться, и пусть не учатся. Но вы ему не помогали бы тогда. Вы ему никак не оказывали бы, например, помощь и так далее. Вполне вероятно, что ваш сын просто-напросто не отдает себя что-то в том, что такое ответственность. Как эту ответственность вообще нести? Для него взрослая жизнь – это только права и никакой обязанности. А так не бывает. И вот это большая проблема для вас, потому что вы не смогли ему, судя по всему, этого донести. А сам он это понимает только на своих теперь уже ошибках. На своих теперь уже собственных поступках. Которые могут быть, к сожалению, ему далеко не всегда приятны. Значит, далее. Вы пишите, что он звонит вам только по потребности. А почему он думает, что вы эту потребность его, например, будете удовлетворять каждый раз? Ведь он же почему-то рассчитывает на то, что вы будете ему помогать. Он же почему-то считает, что вы поможете ему. Он же почему-то думает, что вы правда сделаете для него все, что нужно. И возникает несложный вопрос. А откуда у него это убеждение? Убеждение в том, что вы ему поможете всегда. И правильное ли это убеждение? Правильное ли это убеждение для него? Далее вы пишите о том, что вы весь год живете в напряжении. Давайте подумаем здесь так. Вот живете вы весь год в напряжении. А почему? Что заставляет вас себя так чувствовать? Не очень понятно. Потому что не очень понятно, как вы ведете себя со своим сыном. Как вы позиционируете себя с ним. И что заставляет вас испытывать те чувства, которые вы переживаете именно на данный момент. Что делать? Ну, во-первых, определить для себя довольно четкую, по возможности. И, конечно, четкую позицию. Ваша позиция, в первую очередь, касается, знаете... В первую очередь ваша позиция касается того, что нужно вам самой. То есть вы пока что действуете только лишь себе во вред. Во вред вы, например, помогаете своему сыну. Во вред вы, например, делаете что-то для него, при этом забывая о себе. И вот это как раз таки и очень плохо. Этим вы разрушаете и себя, и свои отношения с сыном. Перестаньте для начала делать то, что он не хочет. Представьте для начала, стремиться делать так, как они делают. Пусть он живет сам. Пусть он самостоятельно решает, как ему жить, если он не ценит то, что вы для него делаете, но... И помогать ему так же отказывать. Если он не приезжает домой, если он не участвует в вашей жизни, если он ведет себя неподобающим образом, то и вам не стоит отвечать ему взаимностью. Потому что, точнее, не стоит отвечать как-то, ну, позитивно. Потому что он будет только думать, что вы ему должны еще больше. А это ни к чему хорошему не приведет. Ну, я надеюсь, что вы это для себя поняли из моего ответа. Собственно говоря, больше думайте о себе и больше позволяйте сыну, он уже, если не пусть ему достаточно взрослый, действовать так, как хочет он. И как только человек начинает понимать, что взрослая жизнь – это в первую очередь ответственность, взрослая жизнь – это в первую очередь обязанность, он поменяет свою точку зрения и по отношению к себе, и по отношению к вам. Но он не сделает этого на тех пор, пока вы будете вести себя так же. Пока вы будете брать на себя чересчур много ответственности за него. Это, к сожалению, будет только играть вам во время. Ну и отдельный вопрос, который мне бы хотелось вам задать – это вопрос, связанный с тем, почему вы вообще сформировали такие отношения с сыном? Почему вы же позволили, например, так с собой обращаться? Почему вы позволяете так вести себя с собой, с сыном, я имею в виду? С чем это связано? Нет ли у вас, например, гиперопеки к нему? Нет ли у вас челесмерной заботы о нем? Если есть, то это, конечно же, очень плохо, и это нужно так же исключать. Итак, основной ответ на ваш вопрос будет таким, вот то, что вы, то, как вы видите для себя выход из этой ситуации, так и нужно вести себя в ней. Это, я бы сказал, довольно правильно, это довольно справедливо, это, ну, соответствует тому, что вы спрашиваете. То есть очевидно, что советовать и что порекомендовать здесь не имеет смысла, потому что вам нужно сперва определиться, чего же вы хотите именно сам для себя. Что вы считаете в своем поведении, например, правильным, например, неправильным? Где вы считаете, есть ваша ошибка, где вы считаете, там, ошибки нет и так далее. С чем вы согласны, а с чем нет. Это все достаточно важные моменты, которые нужно разбирать. Ну, или, по крайней мере, вам для себя нужно эти моменты определить, потому что без них будет довольно сложно прийти к какому-то единому, я бы сказал, решению. Вот это то, что вам нужно сделать сейчас, как бы самой. Далее, далее вам требуется просто-напросто либо за мной сделать выводы из того, что я вам сказал, либо, ну, как бы получить личную консультацию у любого из наших экспертов. Я думаю, каждый захочет вам помочь. Главное, чтобы у вас было желание для этого. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку ко мне, я вам отвечу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам принятия верного решения. Желаю вам всего самого доброго. И удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok